всем добрый день вы на канале маленького студия сегодня мы открываем новую рубрику в которой мы будем говорить о германии сегодня поговорим о том как снять квартиру как где ее искать на что обращать внимание при поиске как ходить на просмотры как договариваться хозяева квартир какие документы будут нужны и так далее так далее покажем вам примеры некоторых справок документов и примеры поисков квартиры в сети так что не переключайтесь оставайтесь с нами мы сейчас вот чуть чуть позже сейчас прям вот-вот-вот-вот-вот чуть-чуть начнем итак пункт 1 где искать сегодня естественно все квартиры ищут в интернете это не удивительно америку я вам не открою поэтому давайте рассмотрим именно этот способ есть различные платформы но есть одна платформа где квартир очень-очень много на пользу большим популярностью на этой платформе присутствует как частные лица так и юридические то есть фирмы или допустим это маккеры поэтому мы покажем вам как искать квартиру именно через эту платформу заходим в браузер заходим на страницу именно миллионскаун 24 . д и в центре по центру вводим город и вы можете ввести еще район если вы знаете какой-нибудь где вы хотите жить где вы хотите жить либо где находится ваша квартира где находится ваша работа извините вводите район по нашему вашем примере так будет ахенбрандт вон он коставляет такой же дальше мы вводим до какой цены интересует наш квартира вводим 600 евро для примера сколько комнат нужно быть квартире вводим минимум 2 и мы можем ввести еще квадратуру мы будет не будем нажимаем искать дальше есть сортира нах это фильтр который вам укажет можете выбрать акту лицет но статус и вам покажут квартиры которые были недавно поставлен в интернете возьмем примеру вот эту квартиру 2-комнатной квартиры вальвы 19 бранд ахен нажимаем смотрим по центру называют фотографии вы можете полистать посмотреть на фотографии квартиры вот тут у них сейчас сначала на фотографии дома гаража ну а тут уже сама квартира начинается некоторые выставляют больше фотографий некоторые меньше стараются как более-менее показывать квартиру какая она есть дальше что что мы видим еще мы видим еще цену адрес сначала адрес если нажимаем а в карте цайген то он покажет где находится конкретная квартира на карте города но не всегда это есть иногда стоит что полный адрес мы получим только после контакта с лицом который квартиру это представляет данном случае у нас была карта далее что мы видим мы видим цена кальт мит это там та часть миты которые падаете без учета коммунальных платежей двухкомнатная две комнаты всего 73 квадратных метров и общая стоимость 730 евро что в ходе суда мы сейчас ниже рассмотрим дальше идет этаж видите что есть балкон и терраса есть подвал дальше идет этаж первый опять же метраж из какого числа можно въехать в эту квартиру с 1 1 2022 что мы видим еще а мы видим еще что необходимо доказать спорте способность опять же две комнаты как мы видим и еще информация такая что есть гараж точнее одно место парковочное место для машины далее что у нас по стоимости мы смотрим как указал 600 евро кальт 130 евро коммуналка и в эту коммунальную стоимость входит также отопление не всегда это есть дальше справа кауцион это 1800 евро вы должны заплатить залог за эту квартиру когда будете въезжать также за гараж и в случае если вы его возьмете за парковочное место нужно платить 50 евро в месяц какая еще информация присутствует год постройки дома 1984 состояние объекта хорошее значит отопление центральное и а газовая также есть еще энергии фибраус конверт но это не всегда он есть не всегда присутствует чем меньше тем лучше чем меньше это значение и дальше идет уже описание самой квартиры где она находится в каком месте что есть рядом что это квартира обычно пишутся на стандартные фразы что это квартира в центре города все в ней хорошо вот написано допустим что из чего состоит квартира это костинная кухня одна спальня одна ванная комната с ванной и кладовка также еще есть лоджия в квартире так указано дальше указано что в гостиной и на кухне положена керамическая плитка дальнейшая информация доступна только дорегистрированным пользователям иначе можно посмотреть дальше мы передвигаемся вверх по страничке и чтобы обратиться к лицу которые представляют эту квартиру нужно нажать кнопку отбить а контактирует дальнейшую пишется знак лишь сообщение что вы такой-то такой-то хотите ехать в эту квартиру указывайте свое имя и фамилию e-mail телефон можете свой адрес указать и указывайте что вы хотите вехать в эту квартиру вам интересно хотели бы получить термин для просмотра этой квартиры возназываете отправить и ждете ответа на ваше сообщение после этого может быть такое что вам скажут ответят сразу может быть позже может не ответят вообще гарантий никакого на это нет к сожалению так что просто сидите и ждете таких объявлений таких контактов можете сделать несколько отправить множество контактов и чем больше чем лучше для вас будет хочу немножко рассказать о проблемах которые могут быть возникнуть при использовании онлайн платформы проблемы могут существовать в том что очень много мошенников и они пытаются загрязли в ваши бабки используя эти платформы у меня был случай непосредственно со мной когда я тоже искал квартиру нашел хороший вариант на мобильном скаун 24 связался с отбитером написал что мне интересно мне проходит сколько время письмо на емейл кстати первое первая весточка что это мошенник это вам придет либо смс на телефон либо письмо на емейл непосредственно в какого-то левого почтового ящика что да да квартира еще имеется я хотел бы задать вам пару вопросов сначала потом уже поговорим как ее можно взять и он рассказывает дальше что он находится не в германии а в испании и в англии где угодно на немецком все это пишется на хорошем что он живет очень давно здесь и продолжает дальше за границей но квартира там бабушки тете или ему досталось наследство хотел бы ее сдавать и после этого вы ему рассказываете о себе как бы типа интересуется сколько человек будет квартира стандартные вопросы которые мы сегодня тоже обсудим когда будем смотреть формуляры которые вам нужно заполнить для того чтобы квартиру снять стандартный вопрос дает а потом говорит ну хорошо в общем как бы договоримся так вы заплатите мне сейчас залог там за 2-месячную миту когда деньги полощу я позвоню своему человечку либо это будет какой-то его представитель частным образом но обычно они ссылаются на airbnb и разговоры говорят что airbnb агент сами свяжутся и принесет вам ключи и вы с ним поговорите с человеком придете в эту квартиру с этим агентом и если вам не понравится то вам тут же вернут деньги назад а если понравится то значит тогда долго вступает силу и вы вселяетесь в эту квартиру ну естественно сами понимаете что никаких airbnb агентов не существует это организация работает совсем по другому принципу и вас просто пытаются развести на вот этот вот первый перевод на двухмесячный перевод нужно отдать должное что и мобильный скаут 24 они такие вещи просекают очень часто либо им жалуются я пожаловался напомним либо они сами как это проводят проверки и мне пришло письмо буквально на следующий день что с вами контактировали вот с такого-то email адреса это мошенники пожалуйста не переводите им деньги и откажитесь от дальнейших переговоров с этими людьми вот такая была история на самом деле способов разводов конечно много но очень в основном они проходят начинается с того что человек говорит я живу за границей мне нужно я буду дальше за границей а квартиру мне надо сдавать поэтому там варианты бывают разные в конечном итоге вам предложат ключи на квартиру также посмотреть в обмен на какую-то сумму которую вы должны перевести как золото вот так допустим вы связались с этим человеком который квартиру сдают он заинтересовался вами и предлагает вам прийти на просмотр этой квартиры надо отдать должное как я уже сказал что бывают частные представители квартир бывают фирмы бывают иммобильные маккеры которые наняты на то чтобы эту квартиру сдать раньше было вообще очень очень плохо человек который квартиру искал он должен этого маккера еще было оплачивать и неважно что-то маккера нанимал хозяин квартиры сейчас все поменялись сейчас если маккера нанимать хозяин квартиры то он и платит маккеру сам то есть вам это бояться не стоит что вы попадете на какие-то еще там маккерские проценты итак вам предлагают эту квартиру посмотреть какие бывают термины на просмотр квартиры первое это индивидуальный термин это самое лучшее что может быть это когда вы приходите непосредственно к вам к какому-то времени назначенному вас встречает хозяин квартиры в его представителе и показывают вам индивидуально эту квартиру часто бывает что там еще живут люди очень часто бывают люди и и вам приходится с людьми договариваться с этими конечно вы видите их быт может быть у вас ложится даже не очень хорошее впечатление о квартире ничего не поделаешь это индивидуальный термин второй вариант это когда приходят на один как бы на один термин несколько человек или несколько семей их тоже будет представитель по этой квартире ну это уже немножко хуже а третье это когда замель термин третье это и третье это замель термин когда приходит очень много людей в моей практике это было один раз пришло наверное около семидесяти человек на квартиру все ходили рыскали по этой квартире ходили по комнатам это очень неудобно и вы не сможете поговорить с представителем квартиры не сможете обсудить нюансы да конечно некоторые делают так они приходят такой термин смотрят есть им очень нравится они остаются и ждать пока все закончится и после этого подходят индивидуально к маклеру или к представителю и начинает с ним вести беседу как бы нам сделать так чтобы получить эту квартиру может быть мы как-то можем договориться я очень хороший я очень аккуратный и я хорошо зарабатываю у меня хороший договор у меня постоянно работа и так далее так далее то есть всякие аргументы все хороши ну самый лучший это индивидуальный термин но опять же это зависит не от вас к сожалению от тех кто эту квартиру будет сдавать какие документы вам необходимо взять на такой просмотр квартиры вот тут хочу обратить внимание очень важный документ который очень часто требуют помимо зарплаты это называется миттер зерс ростом давайте рассмотрим такой вот перед вами этот документ по центру вам нужно внести адрес и лаги это адрес квартиры адрес объекта где находится квартира дом улица город дальше вы выносите с какого числа вас ниже аптем с какого числа у вас интерес объехать в эту квартиру две строки тут даны для того чтобы вы могли два-три меня назвать которые вам интересны вы носите сюда такого теста слайд из такого числа дальше у нас идет табличка где вы указываете свои данные на себя и на второго члена взрослого члена семьи если он имеется итак вы вносите имя фамилия дальше идет здесь имя фамилия дальше семейное положение дата рождения где проживать в данный момент дальше идет телефон ваш е-мейл по желанию дальнейшая строка это чем вы занимаетесь чем кем работаете специальность вашей вашего супруга супруги дальше идет сколько зарабатываете чистыми в месяц указывайте данные вашего работодателя полностью с телефоном с адресом и данные вашего фирмитра где вы проживаете в данный момент я думаю что лучше спросить предварительный фирмитра непротивленный его телефон и адрес далее вы указываете ниже в табличке кто еще будет проживать в ваших в этой квартире если это дети допустим или там родственники указываете я и подписываете имя адрес текущий год рождения и кто приходится вам этот человек или дочь или тетя или бабушка это указываете вот в этой табличке далее идет интересная часть далее идет еще одна табличка где вы указываете следующую информацию первое есть ли у вас задолженцы по квартплате да нет у вас и у второго взрослого и члена семьи кто будет снимать квартиру это первая строка следующее были ли у вас за последние пять лет против вас судебные решения о выселении из квартир или домов где вы проживали да нет да нет были ли последние пять лет против вас возбуждены судебные дела о конфликт кассе имущества да нет следующее строка это было ли против вас последние пять лет разбуждены иски судебных исполнителей о описи вашего имущества и материального положения да нет следующая строка были ли за последние пять лет открыты против вас дела по банкротству вашего банкротства вашего и вашего партнера получаете ли следующая строка получаете ли вы социальную помощь да нет следующая строка собираетесь ли вы использовать эту квартиру как офис или как предприятие производства чего-либо да нет и последняя строка хотите ли вы что в будущем в этой квартире еще жили какие-то призоны не указаны люди не указанные в данном в данном формуляре тоже да нет и ниже идет 4 пункта которые просто для вашей информации вы говорите о том что данные которые указаны в этом формуляре они полные что вы ничего не утаили что вы несете ответственность в случае если все-таки эти данные неполные или вы где-то собрали то хозяин квартиры имеет право разорвать с вами договор в будущем без объяснения причин и немедленно с этого с этого же момента все все расходы которые хозяин квартиры понесет по этому поводу то все расходы лягут на вас также говорится о том пункте 3 что вы согласны что хозяин квартиры может проверить ваши данные вас через шуфа холдинг аг это организация которая занимается проверкой платежеспособности населения об этом мы сейчас тоже рассмотрим что это такое геброисправку с четвертым пунктом идет что это вы все заполнили по собственному желанию никто не заставлял эту бумажку заполнять и как только если договор не будет с этим хозяин квартиры составлен то хозяин квартиры обязан уничтожить эту бумагу самостоятельно дальше идет у вас город город и число там допустим Ахен заплетает город и число и дальше подписи вашего и вашего партнера вот и все дальше что еще нужно с собой принести обычно требуют данные по зарплате обычно достаточно трех последних зарплатных листков которые у вас имеются чтобы показать свою зарплату я давал фирмитерам обычно копии этих листов если допустим нужно принять решение позже они соберут информацию и копии им нужны для того чтобы видеть что я не обманываю что у меня зарплата хорошая если у меня квартира очень-очень хочется то я давал еще и копию зарплаты за прошедший год то есть так называемая лонштойер карта где прописано брутозарплаты там же стоят метазарплаты всякие налоги и так далее вот копия такого вот бумаги я давал фирмитер если мне очень хотелось квартиру получить и это срабатывает дальше поговорим о шуфе что же такое шуфа ну живущих в Германии а да извините еще такой нюанс что я понимаю что есть люди которые еще не работают в Германии они получили допустим нашли работу живут где-нибудь в другой стране у них есть на руках только договор тогда берите вот такой договор на работу лучше всего сделайте копию такого договора и с этим договором отправляйтесь на просмотр квартиры если же вы находитесь за границей и вам достаточно допустим под виртуального тура такое тоже бывает тогда делайте копию договора и отправляйте по имейлу хозяину квартиры это единственный ваш шанс никто вас его требует не будет копить договор но если там ничего такого страшного нет в этом в этом договоре никаких то там секретов которые допустим работодатель не хотел бы чтобы он раздражался то можете отправлять конечно вы можете спросить работодателя не против ли он если вы будете копию договора показывать или отправлять хозяину квартиры для того чтобы ее получить ну обычно там проблем никаких нет с этим договора обычно стандартные и там ничего страшного нет так что такое шуфа это частная организация которая занимается сбором информации о платежеспособности населения там туда стекаются данные из банков когда вы допустим хотите открыть счет в банке вы открываете счет это данные попадают в эту шуфу если вы допустим купили телефон или заключили телефон мобильный телефон на договор с телефонной компанией это тоже попадает в шуфу если вы взяли кредит любой потребительский кредит либо кредит на квартиру на дом тоже попадает это все в шуфу у этой организации есть какой-то хитро алгоритм который никто не знает как считается рейтинг 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 должен быть большой то есть если у вас рейтинг ниже чем там по моему 83 то это уже очень плохой рейтинг даже по моему ниже чем 90 там 89 тоже уже не очень хороший рейтинг значит давайте посмотрим где можно эти данные посмотреть итак вы заходите в броузер на страничку mynashufa.de здесь вам предложат зарегистрироваться на этой странице потом вам приходят по почте там какие-то пароли и вы сможете зайти в к ним в портал и посмотреть что же на вас есть в них какие есть данные и какой у вас рейтинг кроме того если конечно есть вообще если вы живете за границей то скорее всего вас там не будет просто если данные у вас тут есть то вы сможете в этом же месте в портале в вашем личном кабинете этого портала заказать справку для фирмитера эта справка выдается присылается обычно по почте она содержит водяные знаки что типа как защищать от подделки и с этой справкой вы можете ходить спокойно на ваши термины просматривать квартиры с документами мы разобрались да то есть подытожим что нужен митер не то митер аутскурс данные по зарплате лучше всего за последние 3 месяца и шуфа аутскурс если такая и имеется до три документа называть. все принести еще некоторые требуют копию паспорта точнее это стоит в описаниях требуемых документов на квартиру, но очень часто я принес один раз копию паспорта, мне сказали, нет, нет, не нужно, потому что это запрещено законом. То есть я так и не понял, почему стоит на портале, что копию паспорта надо, а фирмитеры не могут эти копии паспорта получать. То есть просто паспорт нужно будет показать, по крайней мере. Если вы не имеете, или вы только переезжаете в Германию, то вам необходимо, скорее всего, показать разрешение на работу, но если у вас есть договор, трудовой договор, то обычно имеется в виду, что разрешение на работу у вас тоже, скорее всего, есть. Что нужно еще сказать, что примеры Миттерзельс-Аусхунс я оставлю в описании. Есть фирмитеры, у которых формуляры свои. То есть они могут посмотреть на ваш формуляр, если вы заполнили, и сказать, нет, нет, у меня есть свой формуляр, там еще дополнительные вопросы, которые я хотел бы выяснить, может быть, трехстраничный формуляр, и попросят вас заполнить его. Тут нужно смотреть не на все вопросы, фирмитеры, точнее, не все вопросы разрешено вам вас спрашивать. Предположим, если стоит вопрос о религиозности, может не отвечать. Или вопрос о том, хотите ли в будущем завести детей, то можете тоже не отвечать. На самом деле, конечно, лучший адвокат вам скажет, какие вопросы можно, какие нет, но тот пример, который мы сегодня рассмотрели, это обычно стандартный пример, и вот на эти вопросы вы должны ответить, которые мы показали. Перейдем к договору на квартиру. Договоры тоже бывают разные, от разных фирм, есть просто договоры, слепленные на коленке, как говорится, есть договоры какие-то старые, и так далее. Обычно договор подготовит сам хозяин квартиры. На что обратить внимание в этом договоре? Первый нюанс, который может быть не очень хорошим, это «Kundigungsverzicht». То есть вы, заключив договор, отказываетесь съезжать с этой квартиры в течение какого-то времени. Обычно это три года, это может быть два года, это может быть пять лет. Пожалуйста, посмотрите в договоре, чтобы этот пунктик, если там был, чтобы он вас устраивал. Примерно года три назад прокатилась информация, что такой пункт договора недействительный, не может человек от вас требовать. Но, как я понимаю, в «Kundigungsverzicht» может быть по разным, точнее, отказ от квартиры может быть по разным причинам. Это может быть развод, это может быть переезд в другой город из-за работы, это может быть просто мне надоела эта квартира. Так вот, по-моему, если это просто надоела квартира, тогда вы не можете использовать, если у вас стоит «Kundigungsverzicht» на какое-то время, вы не можете от квартиры просто так отказаться. Что еще может состоять в договоре, на что обратить внимание, автоматическое повышение квартплаты. Такое тоже бывает. Это может стоять в договоре в процентных соотношениях. На 1, на 2, на 10, на 5, не знаю, сколько процентов. Конечно же, если договор не стоит, то хозяин квартиры вправе тоже поднять МИТУ, но тогда он действует законом, который существует в федеральной земле. Сейчас я не помню точно, по-моему, в течение трех лет можно поднимать на 15%. Ну, я, честно говоря, точно не помню. Это можно, так сказать, можно разбираться, когда к этому время придет. Но если стоит в договоре, то автоматически квартаты будут подниматься каждый год. Следующее. Есть так называемые МИТ-договора, где указано, что этот договор, точнее, стоимость квартиры зависит от экономического состояния, от состояния экономики Германии. То есть, если экономика растет и все хорошо, то, соответственно, и квартплата растет. Если она не растет, экономика, то квартплата не растет. Если экономика падает, то квартплата не растет. То есть, не будет просто-напросто квартплата уменьшаться, а она будет оставаться такой, как у вас была по договору. На это тоже, пожалуйста, обратите внимание. Дальше. Часто очень есть, если у вас есть домашние животные. Это обычно обговаривается уже на просмотре квартиры, Но часто бывает, что в договоре стоит, что вы не имеете права содержать домашних животных, собак или кошек или кого-то еще. Рыбки обычно не входят в список домашних животных. Но если вы заранее, если у вас есть домашние животные, и вы спросите фермитора, и он скажет, да, без проблем, то лучше всего указать в договоре, что это разрешено, чтобы потом у вас не было никаких проблем с этим. Что дальше еще у нас есть в договоре? Начало, когда договор начинается, когда вступает в силу, когда вы получаете ключи. Есть еще, допустим, нюансы, если квартира в ремонте в данный момент, либо квартира расстроенная, еще не полностью сделанная, то в договоре желательно указать, что еще необходимо сделать в квартире до вашего въезда. То есть, если квартира, допустим, старая, и хозяин говорит, хорошо, я подготовлю квартиру, или отремонтирую ее, или подготовлю к ремонту, как минимум сниму бой, это тоже должно указывать в договоре. В договоре указываются все эти нюансы. В принципе, больше мне сказать по этому поводу нечего. Обращайтесь в комментарии, если у вас интересны какие-то темы. Если у вас интересны темы по Германии вообще, то тогда напишите, что вам интересно. И если будет возможность, то мы подготовим для вас видео по тоже разным другим темам. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока-пока!